Вести Карачаева, Черкесия В этом году в лесах республики проведено более 3,5 тысяч патрулирований. В регионе появится первый молодежный проектный офис. В Архизе пройдет эко-игра по сбору мусора. Далее об этих и других темах подробнее. Далее об этом году в лесах республики. Далее об этом году в Карачаево-Черкесии позволит предотвратить ущерб и защитить от подтоплений. Досрочное завершение работ на столь важных объектах станет еще одной из страницей столетия Карачаева-Черкесии. Юбилей республики мы рассматриваем как важный повод сделать большее для развития региона и повышения уровня жизни наших жителей. Написал глава республики Рашид Темрезов в своем телеграм-канале. По всей стране проходит масштабная модернизация почтовых отделений в сельской местности. В этом году в Карачаево-Черкесии модернизируют 15 почтовых отделений. Мониторинг ремонтных работ провели депутат парламента республики Фатима Карданова и директор управления федеральной почтовой связи по Карачаево-Черкесии Ахмат Лайпанов. Они посетили почтовое отделение в селе Счастливом и поселках Октябрьский и Ямайский Прикубанского района. В ходе встречи работники почтовых отделений высказали ряд замечаний, которые в ближайшее время будут устранены. Благодаря нацпроекту «Демография» по всей стране сейчас проходит обучение граждан востребованным профессиям за счет федерального бюджета. В Северокавказском федеральном округе этим занимается Северокавказский институт филиал «Ранхикс». Обучение там могут пройти граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3 лет, женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей до школьного возраста до 7 лет включительно. Повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку можно по нескольким направлениям, сообщил директор Северокавказского института филиала «Ранхикс» Азамат Лисов. В Карачаево-Черкесии в рамках нашей квоты повышение квалификации и переподготовку могут пройти 200 жителей республики. Самые разные программы – это и кадровый аудит, это и оценка недвижимости, это и программы, связанные с управленческими компетенциями и так далее. Поэтому спектр очень обширный, и я уверен, что те программы, которые реализует президентская академия, позволят нашим гражданам улучшить свое положение и в организации, и найти новую работу в случае такой необходимости. Министерство промышленности, энергетики и транспорта республики окажет финансовую помощь промышленным предприятиям. Это будет своего рода компенсация на уплату процентов по кредитам, взятым после 20 апреля на пополнение оборотных средств и потраченных на закупку сырья, топлива, незавершенное строительство, готовую, но не реализованную продукцию. Об этом расскажет заместитель министра промышленности, энергетики и транспорта Юмрана Тиунаева. Мы понимали, что есть какие-то непредвиденные затраты у предприятий, и, возможно, даже что-то они взяли из тех средств, которые они планировали пустить в оборотные средства на закупку сырья, возможно, они направили на то, чтобы закрыть обязательства, например, по договору, где уже, например, эти обязательства были увеличены в силу увеличения ключевой ставки. И это пошло, возможно, в ущерб, опять-таки, средствам, которые были изначально запланированы на закупку сырья. Мы как раз-таки вот этой грантовой поддержкой планируем компенсировать и поддержать предприятие. Заместитель главного редактора газеты «Абазашта» Руслан Клычев и заместитель директора Карачаева-Черкесского книжного издательства Ханафи Хасанов приняли участие в фестивале «Территория мира», который прошел в северо-осетинском селе Фиагдон. «Территория мира» – это межрегиональная коммуникативная и образовательная площадка для журналистов и пиар-специалистов. Он нацелен на выработку основных подходов к правильному и качественному освещению событий, направленных на снижение рисков совершения террористических угроз, противодействия идеологии экстремизма и терроризма. Первый молодежный проектный офис откроется в Карачаево-Черкесии, который позволит молодежи республики сформировать навыки в сфере социального проектирования, бизнес-планирования и публичных выступлений. Офис откроется уже в августе и будет включать в себя наставническую деятельность, единый информационный ресурс, образовательную площадку, онлайн и оффлайн-площадки для консультации, а также площадки взаимодействия и сопровождения. С его открытием более 300 молодых людей в Карачаево-Черкесии научатся писать проекты и смогут их публично защищать. Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесии продлило конкурс на грантовую поддержку проектов малого и среднего бизнеса, направленных на развитие внутреннего туризма в нашей республике. Сумма гранта от 3 до 10 миллионов рублей в зависимости от типа проекта. Срок подачи заявки до 25 июля. Об этом сообщил министр туризма и курортов Расул Тикеев. Первое – это поддержка общественных и предпринимательских инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения. Это строительство некапитальных средств размещения, кемпинги, автокемпинги, обустройство жилых зон, создание и обустройство санитарных зон и так далее. Это первое направление. Второе направление – это поддержка общественных инициатив на развитие туристической инфраструктуры, которая включает в себя создание и обустройство пляжей на берегах, рек, озер, любых водоемов. Третья мера поддержки – это государственная поддержка инфраструктуры туризма. Данная категория в себя включает приобретение туристского оборудования любой направленности. Это создание и круглогодичное функционирование плавательных бассейнов. Это создание новых туристических маршрутов, их обустройство соответственно. Все меры поддержки, хочу отметить, включают в себя такие решения, как поддержка инклюзивного туризма. То есть в каждой категории направления можно претендовать и получать поддержку для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли путешествовать более комфортно. В Карачаево-Черкесии в рамках противоэпидемических мероприятий продолжается бесплатное тестирование на коронавирусную инфекцию лиц с симптомами респираторного заболевания, у которых врач заподозрил COVID-19. По количеству проведенных исследований на 100 тысяч населения, Карачаево-Черкесия занимает первое место среди регионов СКФО и входит в топ-15 субъектов Российской Федерации. Эпидемиологическая ситуация в Карачаево-Черкесии пока остается стабильной. Последние два месяца число новых случаев инфицирования не превышает четырех в сутки. Не первый год. В Черкесии активно применяется система «Безопасный город», которая ежедневно обеспечивает безопасность и правопорядок на улицах и во всех дворах региональной столицы, позволяя сотрудникам полиции оперативно реагировать на происшествия. Комментирует информацию заместитель начальника отдела уголовного розыска отдела МВД России по городу Черкесску Мурат Муков. В настоящее время на территории города Черкеска установлено 220 камер, выведенных в единую систему «Безопасный город». При установке камер основной акцент сделан на местах массового скопления граждан. При совершении каких-либо преступлений, либо правонарушений, сотрудники полиции просматривают камеры системы «Безопасный город» с целью установления обстоятельств, произошедшего в установлении лиц, причастных к совершению правонарушений, либо преступлений. Камеры системы «Безопасный город» выведены в дежурную часть отдела МВД России по городу Черкесску. Из 220 камер большая часть проводит съемку стационарно, остальные камеры – поворотные. Благодаря тому, что данная система «Безопасный город» сохраняет запись длительное время, то это позволяет выявлять и раскрывать преступления и правонарушения, совершенные ранее. С начала этого года в лесах Карачаева Черкесии проведено более 3,5 тысяч патрулирований. В рамках контрольных мероприятий проверяются места заготовки древесины арендаторами лесных участков, а также осматриваются транспортные средства, перевозящие древесину. В ходе патрулирований выявлено 17 фактов незаконной рубки лесных насаждений, 8 из которых являются латнетными преступлениями прошлых лет. В общей сложности по 8 случаям удалось установить личность лесонарушителей. Выезды проводятся в том числе с сотрудниками правоохранительных органов. Сегодня Торгово-промышленная палата региона приглашает всех желающих на день открытых дверей. Во время встречи можно задать свои вопросы представителям органов власти Карачаева Черкесии, а эксперты палаты подробно расскажут об услугах для бизнеса. Об этом сообщила президент Торгово-промышленной палаты Республики Диана Хубеева. В рамках мероприятия участники узнают, что такое Торгово-промышленная палата, чем она занимается, какую помощь и поддержку оказывают республиканским предпринимателям, почему престижно быть ее членом и какие перспективы появятся, если вступить в ее ряды. Также во время встречи участники смогут задать свои вопросы представителям органов власти Карачаевой Черкесии, деловых организаций, а также эксперты Торгово-промышленной палаты подробно расскажут об услугах для бизнеса. В рамках мероприятия запланирован нетворкинг, во время которого участники смогут завести полезные знакомства, рассказать о деятельности своей компании, обменяться контактами и, возможно, найти новых партнеров по бизнесу. Торжественное вручение членских билетов новым членам Торгово-промышленной палаты, розыгрыши сертификатов на бесплатное получение бизнес-услуг в Coffee Break. Вход свободный. На базе центра «Мой бизнес» организована и работает горячая линия, куда может обратиться любой предприниматель и получить консультации, разъяснения и оформить необходимую заявку для фактического получения действующих мер поддержки. Подробности сообщил начальник центра поддержки предпринимательства Беслан Карданов. Министерством экономического развития Карачаева Черкесской Республики совместно с Центром поддержки предпринимательства «Мой бизнес» КЧР запустили горячую линию для предпринимателей, столкнувшихся с проблемами в новых условиях ведения бизнеса. Предприниматели могут задать вопросы о принятых и принимаемых мерах государственной поддержки, призванных помочь бизнесу при возникших обстоятельствах, а также сообщить о проверках контрольно-надзорных органов. Задача горячей линии – это предоставление информации и помощь в разъяснении предпринимателям их прав. Также для предпринимателей Карачаева Черкесия открыты двери центра «Мой бизнес» по адресу города Черкесск, улица Ленина, дом 53, где специалисты окажут содействие по всем мерам поддержки. Контакты горячей линии 8 800 201 32 99. Звонок бесплатный. Режим работы центра «Будни» с 9 до 18.00. В Карачаево-Черкесии растет число случаев телефонного интернет-мошенничества. Аферисты постоянно изобретают новые схемы обмана доверчивых людей. Например, злоумышленники предлагают обменять кэшбэк на рубли или убеждают жертву оформить кредит, а деньги переводят на свой счет. Как противодействовать интернет-махинациям рассказал управляющий отделением Банка России по Карачаево-Черкесии Дмитрий Мещеряков. Для этого они запрашивают у человека данные карты и смс-коды якобы для подтверждения операции и оплаты комиссии за услуги. Однако, получив эти сведения, злоумышленники крадут деньги со счетов граждан. Если вам поступил такой телефонный звонок, прервите разговор, самостоятельно перезвоните в кредитную организацию и выясните всю информацию, которая вас интересует, в том числе и по вопросу кэшбэка. Не сообщайте незнакомым людям данные своей банковской карты, номер срок действия, трехзначный код на оборотной стороне карты, пин-коды и смс-пароли. Не вводите данные банковской карты на непроверенном сайте, не используйте одинаковые пароли для входа в свои аккаунты на различных сайтах, не переходите по ссылкам в письмах от незнакомых пользователей и установите на все свои устройства с выходом в интернет антивирус и регулярно поддерживать его в актуальном состоянии. С 9 по 15 августа Высокогорный Северокавказский форум «Махар-2022» соберет около 100 участников из всех регионов Северокавказского и Южного федеральных округов. У молодежи появилась возможность получить новые знания и грант до 500 тысяч рублей. Реализовать свои идеи можно в следующих направлениях – социальное проектирование, студенческий туризм, творчество и креативные индустрии. Подробности сообщил директор форума Расул Динаев. Участниками форума станут 100 активных ребят со всех субъектов СКФО и Адыгеи. Поскольку форум посвящен 100-летию Карачаево-Черкесской республики, поэтому мы помимо субъектов СКФО добавили число участников ребят из Адыгеи, потому что там тоже 100-летие. Организаторами форума выступают Министерство по делам молодежи, Карачаево-Черкеский госуниверситет, региональное отделение Российского союза молодежи и высокогорный креативный кластер. Курорты Карачаево-Черкесии могут стать участниками масштабной национальной премии «Горы России», в рамках которой будет определён лучший курорт страны. Участниками премии могут быть любые всесезонные горные, горнолыжные курорты и комплексы, а также представители горнолыжного сообщества и индустрии гостеприимства. Об этом рассказал заместитель министра туризма и курортов республики Артём Овчинников. Премия проводится в целях развития горнолыжного туризма в России, продвижения культуры активного отдыха в горах и является социально значимым проектом в рамках развития национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Премия будет вручаться примерно по 40 актуальным номинациям. Она впервые назовёт лидеров отечественной горнолыжной туриндустрии. Участниками могут стать любые всесезонные горные, горнолыжные курорты и комплексы, а также представители горнолыжного сообщества и индустрии гостеприимства. Регистрация участников и подача заявок на премию продлится до 31 августа 2022 года, а уже 1 сентября стартует народное голосование и продлится до середины октября. Параллельно пройдёт экспертное голосование по дополнительным номинациям. 30 октября состоится подведение итогов народного экспертного голосования, а уже до 24 ноября победитель ждёт торжественная церемония награждения. С более подробной информацией о регламенте, форме заполнения заявок на участие и списке номинаций национальной премии горной России можно ознакомиться на официальном интернет-портале www.nashengory.rf Семь команд студентов-волонтёров из всех субъектов Северокавказского федерального округа приедут в курортный посёлок Архыз, чтобы принять участие в экологической игре по сбору мусора. Команда-победитель в качестве награды получит сертификат на отдых в Карачаево-Черкесии. Завершающим мероприятием проекта станет социальная инициатива, которая определила его название «Пластиковый путь». Весь собранный во время игры мусор будет направлен на завод по сортировке твёрдых бытовых отходов. Очищенный и переработанный пластик будет передан в общество с ограниченной ответственностью «Селена», которое в свою очередь переработает его в синтепон, из которого будут изготовлены комплекты одеял и подушек. Эти комплекты будут распределены по нуждающимся семьям республики. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь-гроза, в отдельных районах сильный дождь с градом. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21-26, в горах местами до плюс 19. В Черкесии переменная облачность, кратковременный дождь-гроза. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 25 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Реклама Индустриальный технологический колледж продолжает набор выпускников 9-11 классов. Бесплатное обучение, поступление без дачи ОГЭ и ЕГЭ, стипендии, общежития, отсрочка от армии, с получением профессии, техники грузовых и легковых автомобилей, автогридерист, экскаваторщик, электромонтажник, сварочное производство, моделирование швейных изделий, парикмахер, мастер по обработке цифровой информации. Хотите зарабатывать достойно? Звоните, пишите, приходите. Количество мест ограничено. Индустриально-технологический колледж. Улица Октябрьская, 56. Телефон 21-17-25. Мы растим профессионалов. Стань успешным и ты. Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия. До новых встреч!